Приветствую всех пельмешков на своем канале Фумио Аппарата. Напоминаю, что в описании под видео вы можете найти всю необходимую информацию. Ссылки на мои соцсети, мой телеграм-канал, инстаграм, твиттер и группу вконтакте. В том числе вы можете найти программы, которые я использую, модель моего планшета и сколько времени было затрачено на тот или на арт. Так что не забывайте заглядывать в описание под видео, если вам интересно начать следить за мной и в других соцсетях. А также не забывайте подписываться на мой бусте, ведь сейчас за оформление подписочки от 100 рублей я рисую абсолютно всем реквестики. Хочу поблагодарить всех пельмешков, которые уже подписались и поддержали меня. Мне это очень приятно и мотивирует снимать новые видео, рисовать новые артики и продолжать делиться с вами контентом. Поэтому заглядывайте и присоединяйтесь к нашей пельменной армии, если вы еще этого не сделали. Лето уже подходит к концу, а я так и не сняла ни одного ролика на собственно летнюю тему. В общем-то это не удивительно, ведь абсолютно каждое лето я провожу дома, никуда не езжу и не выхожу особо толком. Даже в школьные годы, кроме поездок на море на две недели, все остальное время я проводила дома за компьютером. И кстати, ни о чем не жалею. Но одно такое лето выдалось необычным тем, что меня решили отправить отдыхать в лагерь, хотя вроде это было что-то между санаторием и лагерем. К слову, до этого я вообще никогда не была в каких-либо лагерях. Я часто видела в американских фильмах, как школьники интересно проводят время в лагере, но лагерь в США и лагерь в России это разные вещи. Ну и еще я очень часто слышала положительные отзывы от одноклассников или от других детей, да и в интернете, которым я тогда тоже активно пользовалась, я слышала только хорошее. Как в лагере весело, интересно, классно, можно завести новых друзей и так далее. А так как опыта отдыха в подобном месте у меня не было, я согласилась поехать. Меня если что родители не заставляли, а предложили на мой выбор и я могла отказаться, вроде как. И так как это был не обычный лагерь где-то в Подмосковье, а поездка в Крым, мне конечно же хотелось съездить на море, так как я люблю море, как и многие кто живет далеко от него. И я уже нафантазировала в своем детском уме, как классно буду проводить время, но в тот же момент мне было страшно, так как даже в школе у меня не получалось завести себе каких-то друзей, я боялась, что в лагере девочки будут ко мне относиться плохо. И мои страхи тут тоже относительно оправдались, но об этом чуть позже. Сам санаторий выглядел прилично. Не скажу, что он был каким-то модным и крутым, но в целом выглядел как минимум уютно. Помимо основного здания, там была также постройка с магазинчиком, кинотеатром, парком с беседками, большой столовой и так далее. Но от моря это место находилось относительно далековато, приходилось идти пешком и не близко. Меня поселили в комнату, в которой уже были другие девочки. Они приехали раньше и успели познакомиться, так что мне было очень неловко. Но позже в течение дня заехала другая девочка в эту комнату, с которой я и стала общаться, так как у нас вроде были какие-то точки интересов, пусть и очень минимальные. В целом, я с такими девочками не любила общаться, так как это снова категория детей, которые уже в свои 10-11 лет сохнут по мальчикам, обожают всякие гламурные глупые штучки. Да и в целом, почему-то от таких девочек, несмотря на возраст, уже ощущаются вайбы огромного самомнения о себе, что меня отталкивало даже в детстве. Но выбора у меня особо не было, другие девочки в санатории со мной общаться и знакомиться не хотели, поэтому я стала пытаться дружить с этой девочкой, которую, кстати, звали Катя. Думаю, так как это было довольно давно и вряд ли она посмотрит это видео, я могу сказать ее настоящее имя. Она сама не особо хотела плотно дружить, так что всю смену я провела, можно сказать, в одиночестве. Но в целом, мне было не привыкать, учитывая тот факт, что у меня до сих пор нет друзей. Но это не важно. Пару раз по доброте душевной я даже покупала какие-то модные аксессуары со значком плейбоя своей новой знакомой Кате, которая почему-то очень тащилась по мерчу с логотипом зайчика. До сих пор не понимаю, почему вокруг этого был такой хайп. Но ладно. Собственно, так как я не смогла ни с кем подружиться, все, что я делала, это рофлила в одиночестве и посещала каждый день различные оздоровительные мероприятия. Например, там можно было изваляться в грязи, видимо, лечебной, и почему-то эта грязь пахла маринованными огурцами. Но в остальное время я просто лежала в кровати, читала книги, которые взяла с собой и рисовала. На этом мои развлечения, увы, заканчивались. И конечно же, мне было просто ужасно скучно, так как я ожидала какие-то интересные мероприятия, похода куда-то, новые знакомства, друзей и так далее. И я была также очень огорчена тем фактом, что на море мы пусть и ходили, но плавать можно было там не более 50 минут, а все остальное время нужно было находиться на пляже и все. Для меня ребенка, которая очень любила плавать и плескаться в море часами, это был удар в самое сердце. Но одна женщина, которая, возможно, была главной в этом санатории, была мамой друга моих родителей. Она меня знала хорошо, поэтому мне разрешали плавать в море дольше, чем остальным, но не каждый раз. Это меня, конечно, радовало, но я как настоящий аквамен хотела торчать в воде часами. К слову, сам берег и дно моря было ужасным, так как оно все было покрыто очень острыми кораллами, по которым я один раз портнула себе ногу, и у меня остался классный шрам после этого. Мы всего один раз выходили в город, где я купила домой ракушечек и всяких мелких сувениров. И, собственно, на этом тоже все приключения заканчивались. Я знаю, что многие обожают лагеря, посещают их каждое лето, но говоря откровенно, я так и не поняла, зачем туда съездила. В море плавать было нельзя. Друзей я себе не завела, а на кино нас не пускали, так как мы были слишком маленькими. Наверное, именно такой обычный санаторий и лагерь просто не подходит конкретно мне, ибо все дети, если можно так выразиться, были другого типа. Ну, которые бегают 10 лет за мальчиками, слушают слезливые песни или популярные на тот момент Tokyo Hotel, и занимаются чем-то, что мне вообще не интересно. Я не считаю себя какой-то не такой, как все, но все же то, что было интересно остальным девочкам, мне казалось унылым и скучным. Ведь мне было интереснее рисовать или читать котов фаителей, нежели убиваться, потому что какой-то Егор не поцеловал Катю на дискотеке. Но, конечно же, я не могу закончить свою историю на такой скучной ноте и не развлечь вас смешнявками, которые произошли под конец смены. И я вернусь к девочке Кате. Ее смена заканчивалась на неделю-полторы раньше, чем моя. Все это время я пыталась с ней общаться. Но все, зачем я была ей нужна, это выслушать очередную слезливую историю, как ее бросил какой-то мальчик. Не подарил колечко, не поцеловал, не подержал за руку и вообще, он ей изменяет с какой-нибудь Машей. Я сидела с лицом лица и пыталась ее успокоить. Потом мы общались какое-то время и она снова убегала к мальчикам. Но, собственно, в день ее отъезда я хотела с ней попрощаться, так как вроде мы дружили и вполне нормально общались, пусть и не так часто. Но Катя была от другого мнения и решила высказать внезапно все, что она обо мне думает. И она просто на меня наорала, сказала, как сильно я ее раздражаю. Она меня ненавидит, что я дура тупа, и внимание, что я лесбиянка, раз не бегаю за мальчиками, как остальные нормальные девочки. И это было так громко, что даже прибежали вожатые посмотреть, что случилось. Я, естественно, будучи маленькой ранимой девочкой, расплакалась от этого, так как совсем не понимала, почему она все это мне сказала. Ведь я всегда с ней делилась вкусняшками, покупала ей сережки с лого плейбой и поддерживала, когда она плакала. Сейчас мне, конечно, с этого смешно очень, потому что она просто какая-то малолетняя дурочка, хотя я тоже недалеко ушла. Если меня задели слова какой-то девочки, которую я никогда больше в своей жизни даже не увижу. Ну и еще я просто в шоке с того, что если ты в 10 лет читаешь книги и рисуешь, а не бегаешь за пацанами, то ты лесбиянка. Это вообще ахуеть. Потом меня успокаивала вожатая девушка, так как она слышала весь бред, который мне наговорила эта Катя. После чего меня переселили в комнату к другим девочкам, которые были намного приятнее. Они были очень дружелюбные, поддержали меня, и там я уже, как обычно, это бывает под конец смены, подружилась с другой девочкой, которую звали Женя. Мы с ней, кстати, даже обменялись номерами телефонов тогда. Но Женя вскоре уехала, и я снова осталась одна. Под конец уже моей смены в санатории решили провести небольшую дискотеку или вечеринку. Не знаю, что это было, нужно было идти всем, так что я просто сидела и ждала, пока это все закончится. Так как вся суть этого мероприятия была пообщаться и потанцевать, мальчики приглашали девочек на танец. Разумеется, мне было просто ужасно скучно. Меня тоже хотел пригласить какой-то мальчик, но я ему отказала. Так как я его вообще не знаю, а с незнакомыми людьми в некомфортной обстановке мне танцевать точно не хотелось. И, собственно, мое невероятное и самое скучное приключение в жизни закончилось. После этой унылой поездки я так была рада вернуться домой, и я бы абсолютно ничего не потеряла, если бы осталась на лето дома и просидела бы сутками в симсики, книгах и рисовании. Вспоминая все это и рассказывая вам такую скучную историю, мне кажется, что это я очень скучная и унылая. Но моя мама потом сама сказала, что это была сомнительная поездка и полная фигня вообще. В такие моменты я начинаю действительно чувствовать себя какой-то не такой в плохом смысле этого слова, ведь мне не интересно и до сих пор то, что интересно большинству. Я и раньше не увлекалась какими-то общепринятыми и нормальными в кавычках занятиями. Хотя сейчас я чувствую себя не так одиноко, так как есть возможность найти свой клуб или кружок общения по интересам. Что ж, такие вот у меня видео и истории получились. Да, я знаю, что здесь нет невероятных или нелепых ситуаций, хотя девочка Катя навалила немножко кринжа. Однако я буду ждать ваши истории из лагеря или санатория, если вы что-то из этого посещали. Мне очень интересно, сколько из вас, моих зрителей, остались довольными или наоборот недовольными поездкой и временем, проведенным в лагере. Так как это была моя первая и последняя поездка, у меня не было другого опыта, который бы изменил как-то мое отношение к такому виду летнего отдыха. Ну и на этом все, я буду с вами прощаться. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте поставить лайк и оставить свой приятный комментарий, ведь ваши лапки и комменты мотивируют меня делать новый контент для вас. Желаю каждому пельмешку хорошего дня. С вами была Вуми, всем пока-пока!